С момента оглашения концепции «Один пояс, один путь» прошло почти пять лет. За это время более ста государств и международных организаций выразили поддержку данной программе. В Китае русский язык снова стал популярным. Для его изучения в Пекине при столичном педагогическом университете открыт Центр словистики, где изучают русский язык и литературу и страноведение. Начал свою работу филиал Пушкинского дома Российской академии наук. Набирает обороты университет ШОС, который был создан в 2007 году по инициативе президента России Владимира Путина. Сегодня в эту образовательную сеть входят ведущие вузы всего мира. Недавно у ШОС прибавились такие направления, как нанотехнологии, информационные технологии и экология. Все это говорит, что сотрудничество в сфере образования между Китаем и Россией только усиливается. В 50-е годы русский был главным языком в сфере образования Китая, но потом сдал, пропустив вперед английский. Приведу пример. Сейчас, поступая в магистратуру, более миллиона студентов сдают экзамены по английскому. Другие языки изучают 10 тысяч человек, из них 4 тысячи владеют русским. И эта цифра выше, чем несколько лет назад. В связи с укреплением двусторонних отношений студенты все чаще выбирают русский. Похожая ситуация наблюдается и в России. Китайский язык становится популярным. Ежегодно к нам приезжают до 20 тысяч российских студентов. В России овладеть китайским стремится гораздо больше людей. Это связано с динамичным развитием Китая. Весь мир следит за успехами страны в разных областях. Сейчас Россия и Китай не только партнеры по бизнесу, но и настоящие друзья. Сотрудничество двух стран углубляется на фоне глобализации. Россия и Китай имеют одинаковую точку зрения на решение международных проблем.